Библейский портал экзегет.ру представляет Доброе время суток всем любящим чтение Слова Божия. И мы продолжаем с вами исследовать книгу «Исход» на интернет-портале экзегет.ру. С вами снова я, Солодков Андрей Иванович, преподаватель Никола-Пережинской, Сретенской семинарии Российского православного университета. Итак, на прошлом занятии мы с вами рассмотрели 13-ю и 14-ю главы. Мы видели, что 14-я глава достаточно насыщена своими образами. И здесь говорится и о том, как фараон не хочет отпускать, вроде бы уже отпустил народ израильский, но опять за ними устраивает погоню. Мы сказали, что это прообраз того, как и человек, который не желает уже служить греховным страстям, но дьявол иногда настигает его. Но сказали, что своими искушениями все, что бы ни происходило в мире, Бог не попускает сверх сил и не дает дьяволу прикоснуться, только если когда-то что-то и посылается для нашего лишь исправления. Далее мы видели очень важный прообраз Ветхого Завета – это хождение народа израильского, пересечение его моря по дну морскому и погоню за ним фараона, где фараон потопляется, а народ израильский выходит с честью и славы, потому что Господь, как сказано, поборал за народ. Это прообраз крещения, который в Новом Завете исполнился в прообразе праздника Богоявления. Это Евангелие Тана, где Господь вошел в Орданские воды, Дух Святой был в виде голубини и глаз с неба сей, Сыну Возлюбленный, в котором мое благоволение. Между прочим, если здесь прообраз крещения, то, что в водах потопа уничтожается фараон и его слуги, то есть дьявол и его бесы, его приспешники, то в Новом Завете, между прочим, воды Орданские, они втекают и впадают в Мертвое море. Это тоже прообраз того, что все, что было до крещения, все должно утечь в Мертвое море. А мы знаем Мертвое море, как оно образовалось. Мертвое море в книге Бытия описывается, что когда Содом и Гамор развратился, то Господь вывел своего праведника Лота с его семьей. Правда, там жена обратилась, превратилась в соленой столб, но Господь поразил огнем Содом и Гамору, потом осолил его вот этими водами плотного, так как бы сказать, законсервировал это место развратное, чтобы не воняло. То есть, вот это действительно то, что Мертвое море, то, что он такой соленый, на этом месте раньше был Содом и Гамора. Никто с этим не спорит, что это именно то самое место. Итак, далее мы с вами читаем, да, «Избавил Господь», 14 глава заканчивается, переходим к 15, «Избавил Господь в день тот Израиль из руки египтян, увиделся на Израиле египтян мертвым на берегу моря, и увидели израилетяне руку великую, которую явил Господь над египтянами, и убоялся народ Господа и поверил Господу». Это очень важное здесь замечание, которое нельзя, прежде чем перейти уже к 15 главе, непосредственно упустить из вида, что сказано, что сначала народ израильский испугался Бога, испугался дьявола и зароптал, а здесь сказано о том, что испугался Бога. Это правильно, не надо бояться дьявола, дьявол не имеет силы, он не собственник, единственный собственник во Вселенной – это Бог. Бог над всем, все им стоит, все им держится, все для него, все им управляется, и ангелы, и архангели. Поэтому начало премудрости – это страх Господень, как сказано в книге Герезиаста. Что значит бояться Бога? Это не значит, как, например, ученик, провинившийся в школе, боится своего заучи, что он сейчас его отчитает или вызвать на ковер. Страх Божий – это совсем другое состояние человеческой души. Страх Божий – это благоговейное отношение к Богу, понимая, от кого зависит моя жизнь, понимая, что все в этой жизни управляется Богом. Страх Божий – это понимая то, что промысел Божий в отношении ко мне, если я свою жизнь приведу в порядок, в такое покаянное состояние, то он может измениться. И Бог не будет посылать тех каких-то испытаний для того, чтобы меня выровнять в этой жизни и спасти для жизни будущего века. То есть решение Бога по отношению к человеку может меняться, все в его руках. А в Священном Писании, например, в Евангелии от Матфея, всегда призываю вас так открывать по возможности, если у вас, надеюсь, есть с собой Священное Писание, вообще полезно, когда мы изучаем тексты, чтобы иметь их перед глазами, значит многие вещи иногда будут непонятны. Вот, например, в Евангелии от Матфея, 10 глава, 28 стих, есть такие стихи. «Не бойтесь убивающих тела, души же не могущих убить, а бойтесь более того, кто может и душу, и тело погубить в гиене». Что интересно, что здесь стоит слово «бойтесь более того, кто» с большой буквы. То есть надо бояться Бога, тот, чья жизнь, наша жизнь в руках Божьих. Но есть некоторые тексты, я вам советую, кстати, проверить свою Библию. Есть тексты, которые выпущены были Российским Библейским Обществом, и в них есть такие вот, скажем, то, что имеет серьезные искажения. Я не знаю, как это редактировалось, но мы проверяли. Здесь стоит «бойтесь более того, кто» стоит с маленькой буквы. Это очень опасная такая смысловая нагрузка, потому что если «бойтесь более того, кто» с маленькой буквы уходит, надо бояться дьявола. Но Моисей призывает не бояться дьявола, и народ Израиля, сказано, убоялся именно Бога, то есть благовенно стал относиться к Богу. Поэтому можете проверить свои Библии, это Евангелие от Матфея, 10 глава, 28 стих. Если у вас стоит «более того, кто» с маленькой, ну, не совсем Библия пригодна для чтения. Хотя там и будет написано, что это синодального перевода, но вот как тут искажение проникает в Священное Писание. Итак, мы читаем далее с вами 15 главу, сказано «Пою Господу». «Пою Господу», да, Моисей, тогда Моисей и сыны Израиля воспели Господу песнь, оканчиваясь 14 глава сию, и говорили «Пою Господу, ибо Он высоко привознесся. Коня и всадника его ввергнул в море, Господь крепость моя и слава моя, Он был мне спасением, Он Бог мой, и прославлю его, Бог отца моего, привознесу его, Господь муж брани, Егова имя ему, колесницы фараоны, высоко его ввергнул он в море, и избранные военачальники его потонули в Черном море». Мы видим, что здесь встречается имя Егова, и мы с вами говорили об этом подробно, напомню для тех, кто, может быть, нерегулярно смотрит, хотя советую смотреть все лекции лучше постоянно, регулярно, чтобы не возникало вопросов, и не надо было возвращаться, перематывать обратно. Но все же, так вот, нисходя к нашей немощи, не всегда мы по своей занятости можем рассмотреть все книги и все прослушать лекции. Дело в том, что у Бога очень много имен, это мы подробно рассматривали в третьей книге, когда рассматривают третью главу книги «Исход», 14 стих, у Бога есть такие имена, как «Адонай», «Шадай», «Саваоф», «Эль». Например, книга начинается первая, «Берешит, Барай, Лагим», это первый текст, первая глава, первый стих книги «Бития». То есть, там стоит имя Бога во множественном числе, «Элохим», что сразу указывает на Троицу Святую. Если дословно перевести, то будет такой перевод «Вначале сотворил Боги». Почему у Бога столько много имен? Дело в том, что в зависимости от того, Бога нельзя выразить ни в каком имени во всю его полноту и во всю его сущность, абсолютно. Никаким человеческим языком, никаким измерением. Поэтому, когда Бог является тем или иным именем человеку, то имя имеет свое значение. Например, «Элохим» — это значит «Бог-творец милосердия», «Адонай» — это значит «Бог-господин», «Яхва» — это значит «Бог-сущий», которому все принадлежит, то есть «Или и Иегова». На самом деле, это делается для того, чтобы человек, пророк, когда услышал уже имя, с каким Богом уявился, он как бы открыл уши своего сердца для того, чтобы понять, что, какая информация сейчас будет. «Адонай», то есть переводится как «Господин», значит, люди стали больше надеяться на князя и на сына человеческого, нежели на Бога, поэтому Господь говорит «Я Адонай», то есть «Ты забыл». И человек понимает, уже сотрагается, понимает, что «Да, я стал больше надеяться на людей и на их милость, нежели на милость Божию». И вот далее мы видим, что эта песня воспевается, здесь, в общем-то, Бог восхваляется, то, что Он защитил народ израильский, то, что все принадлежит Богу. И что интересно здесь еще заметить, что народ израильский проходит сквозь Черное море, но, в общем-то, жизнь христианина – это всегда хождение либо через Черное море, через какие-то препятствия, где Бог всегда поборает и спасает, либо по воде. Мы знаем такой прообраз в Священном Писании, когда апостол Петр видел, как Господь Иисус Христос идет по воде и сказал по бушующему морю, и сказал «Господи, дай, пойду и я». И Господь сказал «Иди». Но мы помним, что Петр пошел, но усомнился, он посмотрел, как это так. «Я иду по морю и начал тонуть». То же самое бывает с людьми, которые читают Священное Писание, и некоторые промыслительные вопросы чудес Божьих, они ставят под сомнение. То есть люди говорят, как Бог мог так море сделать, что оно одно стало стеной, а по левую сторону раступилось. Как мог там апостол Петр. Вот чтобы не уподобляться апостолу Петру, надо не сомневаться в Слове Божьем. Я помню, не помню, говорил ли я здесь, как однажды приехал один английский теолог во времена, это было два столетия назад, и во времена, когда митрополитом был московским Филарет Дроздов. И когда он пригласил его на обед, то они сидели вместе за обедом, и он начал похваляться, как далеко проникла англиканская теология, насколько некоторые, конечно, в Ветхом Завете устаревшие есть представления о мире, которые надо было рассматривать в контексте научных новых мировоззрений. Филарет Дроздов, митрополит, долго сидел, слушал, но потом, да, он коснулся главного вопроса. Он говорит, ну вот, например, одного из вопросов, вот, например, сказано, говорит, в Священном Писании, что кит проглотил Иону, ну вообще про образы хорошие, ну как это может быть, мы должны это понимать метафорически, аллегорически. И тогда Филарет Дроздов отложил приборы обеденные и сказал так, говорит, если бы даже в Священном Писании было написано, что Иону проглотил кита, мы бы в это все равно поверили, потому что так написано. То есть, о чем речь? О фанатизме? Но если смотря как слово фанатизм рассматривать, на самом деле фанатизм секулярный, он очень опасный. А, в общем-то, слово фанатос, танатос, греческого, переводится как смертник. То есть, человек готовый отдать свою жизнь. Если человек отдает свою жизнь за непонятные какие-то идеалы, или просто ради своей гордости, или какого-то пафоса, то это, конечно, самоубийство. Но если человек отдает свою жизнь и готов ее посвятить служению Богу, его называют фанатиком, танатос, это, в общем-то, нормально. Нужно это воспринимать как должное, спокойно, без всяких, там, возможно, спорах и возражений. Действительно, в Священном Писании встречается очень много образов, которые ученый секулярный мир ставит под сомнение. Но надо помнить, что, например, Мировой океан, он изучен всего лишь на 4%. Представьте себе. Так что это говорит о том, что нет никакой научной картины мира. Вот совсем недавно в одной программе, которая показывает о природе, я ее единственную смотрю, не помню, как она называется, и там вот говорят о том, что какого-то нашли такого кальмара, который там 7 метров. Думали, что такого не существует. Потом краба какого-то 3,5 метра, тоже огромных размеров, тоже, думали, не существует. Глубины океана настолько неизведаны, какие там есть еще чудовища, какие там еще животные этого глубоководия, неизвестно. Тоже, когда посмотрели, ничего себе кальмара. Такого ученые думали, что его нет. Поэтому, повторю, что океан мировой изучен всего лишь на 4%. И в этом смысле, если к этому вопросу подходить, строго научной точки зрения на мироздание ее, в общем-то, нет. Итак, народ израильский прославляет Бога. Поет Богу, что он спас его от преследования фараона. Так же сказано в 20 стихе. «И взяла Мариан, пророчица, сестра Аронова, в руки свою тимпан, и вышли за нею все женщины с тимпанами и ликованием. И воспел Мариан перед ними, «Пойте Господу, высоко превознесся он, коня и всадниковую верму в море, и повел Моисей израильтян через Черное море, и они вступили в пустыню Сур, и шли три дня по пустыне, и не находили вожды». Видим, что здесь и Мариан восклицает и начинает петь, а петь Богу, пророчествовать, вот когда мы встречаем в Священном Писании слова «пророчествовать», это не обязательно означает, что предсказывать будущее. Это слово и в еврите, и на греческом, оно говорит, значит, проповедовать. То есть пророчествовать не означает только предсказывать будущее. Это слово означает еще проповедовать. И для нас здесь возникает такой вопрос, а как могла проповедовать женщина, и дает ли ей на это право? Ну, в Священном Писании и Отцы Церкви, например, деяния апостольские, правила некоторые говорят о допустимости, вот апостольские постановления, что женщина Мариан взяла сестра Аронова и начала пророчествовать. Цитата из апостольских постановлений. «Пророчествовали также и женщины в древности, Мариам, сестра Моисея Аарона, а после нее Девора, а после них Алмада и Иудивь, одна при Осии, а другая при Дарии. Пророчествовала также и Матерь Господа, Пресвятая Богородица, и родственница ее, Елизавета, и Анна, а в наше время дочери Филиппа. Однако, они подчеркивают, они не превозносились над мужчинами, но соблюдали свою меру». Конец цитаты. Мы знаем, что у нас в храме не дозволяется учить женщинам, есть определенная иерархия, муж глава, жена помощница, а дети послушники. Такое семейное устроение, где это есть, там, в общем-то, порядок в семье существует, где этого нет. Каких только искажений не бывает в семейной жизни, из-за этого, может быть, столько сегодня и разводов. Но мы видим, что не было такого полного запрета на то, чтобы женщина ни пророчества не могла говорить ничего. У нас, например, в воскрехных школах или на клиросе, в песнопениях, даже бывает такое, что если не хватает и мужчин, то женщина и читает, и апостол может прочитать, стоя на клиросе, и церковное пение, и воскресные школы для детей, и разные кружки. Вот у нас здесь, где я говорю, это библиотека, здесь есть детско-театральная студия, вот вы не видите, здесь вокруг и поделки, и рисунки, и вышивки по бисеру, чего только нет. То есть роль женщины, она не умаляется в церкви, это мать, это нормальное состояние женщины, когда она воспитывает своих детей, когда муж ее любит. Сказано у апостола Павла, что жены повинуйтесь мужьям вашим, а вы, мужья, любите жен своих, и подчеркивается, как Христос возлюбил свою церковь. Удивительно это подчеркивание, а как Христос возлюбил свою церковь? Так что жизнь свою отдал за нее. Думаю, что если мужчины будут проявлять такую любовь к женщинам, женщина, как принято говорить, женское доброе сердце, всегда платит благодарности. Итак, видим, что им не запрещалось и пророчество, но здесь Амбросий Медиаланский в этом стихе видит также и прообраз церкви в песнопении Мариам, которая воспевает Бога. Он переходит к аллегорическому толкованию. Мы с вами говорили о том, что, исследуя священное писание, отцы церкви нас учат так, что сначала мы прибегаем к буквальному истолкованию, что написано, но если это позволяет в рамках понимания согласия отцов по консенсовому патруму, мы рассматриваем также и аллегорический текст. Вот Амбросий Медиаланский нас к этому призывает увидеть здесь в песне Мариам и церковь Божию, которая здесь на земле прославляет Христа. Вот что он пишет, цитата. «И Мариам, взяв тимпан, с девственной скромностью повела хороводы. Но посмотрите, чей образ она тогда явила? Разве не церкви, которая, как дева, с духом непорочным собрала благочестивые собрания народа, чтобы воспеть божественные песни». Конец цитаты. Действительно, это так. Церковь православную, все другие конфессии, которые есть, они называют церковь поющей. Действительно, снова повторю, это так, потому что мы знаем, что каждое православное богослужение в общем-то не то, что сопровождается песнопением, а это, в общем-то, песнь Богу. Если кто не знаком с этим, то я призываю прийти и на божественную литургию и послушать. Вся божественная литургия, все молебны, различные богослужения, они состоят из текстов Священного Писания. У нас за круг прочитывается практически все Евангелие, все тексты Ветхого Завета, вот Великим Постом, апостольские послания. И в большей степени, как мы видим, они не просто читаются каким-то сухим языком, это не просто лекционный материал, а это хвала и песнь Богу. И именно в этом видит прообраз и Амруси Медиаланский. И мы читаем далее 15 главу. Сказано, что народ израильский пришли в Меру, Мера переводится как Горькая, само название этого места, и не могли пить воды в Мере, ибо она была Горька. Почему и наречено им место Мера, то есть Горечь. И возроптал народ на Моисея, говоря, что нам пить? Мы видим, что народ, как только какие-то неудобства, сразу проявляется ропот. Вот фараоны колесниц, за ними гнались, они говорили, зачем ты нас сюда привел, в эту пустыню, что нам умирать? Вот, а перед нами море, куда мы пойдем, куда нам дальше идти? Действительно, народ израильского был приперт тогда к морю, и они кричали, роптали, много воды, куда нам идти? Теперь пришли в эту Мериву, здесь в Меру, они говорят, здесь нет воды, то много воды, то нет воды. Живому человеку трудно угодить. Действительно, как Господь говорит, что играли мы вам на флейте, вы не плясали, пели плачевные песни, вы не плакали. Человек всегда, часто бывает чем-то недоволен, и если что-то у него происходит в жизни не так, он начинает винить Бога, и говорит, что вот Бог виноват. Как и в той истории, о которой мы говорим, и все время возвращаемся, это история о грехопадении, отпадении человека от Бога. Не я, Адам, говорит, жена, жена, не я, змей, и по сути, Бог становится виновным. И далее мы читаем, что Моисей возопил Господу и сказал, и показал ему дерево, он бросил его в воду, Господь показал ему дерево, он бросил его в воду, и вода сделала сладкую. Там Бог дал народу устав и закон, и там испытывал его. И сказал, если ты будешь слушаться глаза Господа, Бога твоего, и делать угодное перед очами его, и внимать заповедям его, и соблюдать все уставы его, то не наведу на тебя ни одной из болезней. Слышите, братья и сестры? Не наведу на тебя ни одной из болезней. Скорби, снова повторю, болезни, какие-то неурядицы с нашей точки зрения. Бог, Господь нам посылается. Почему? Прочитаем снова 26 стих. Потому что мы делаем, если в обратной перспективе, мы делаем неугодное перед очами Господа. Мы не внимаем, не внимаем заповедям его. Мы не соблюдаем уставы его. Вот что происходит. То есть Бог всячески из-за своей любви старается помочь человеку спастись от преследования фараона в этой жизни. И далее Господь говорит, что я выявил, он напоминает, я выявил тебя из земли египетской, ибо я, Господь, целитель твой. В Священном Писании есть такие слова. Много званых, но мало избранных. В том, что мы на самом деле православные люди избранные. Но в этом нашей никакой заслуги нет. Бог нас призвал, мы всего лишь навсего только откликнулись. Смотрите, сколько сегодня людей болеет различными заболеваниями. Они ищут, кого только не ищут, чем только не занимаются. Но Господь говорит в 26 стихе я целитель твой. Только ходи по уставам мои, соблюдай заповеди мои, делай, как я тебе предписал. А если и думаешь, что в общем-то делаешь так, но какие-то скорби постигают, значит Господь хочет нас избавить от гордости, от самомнения. Потому что часто мы приписываем, часто мы путаем такие понятия, как веру с самоуверенностью, такое понятие, как надежду, самонадеянностью, надежду на Бога, такое понятие, как любовь Божию с самовлюбленностью. Бог говорит, я целитель твой. 15 глава заканчивается такими словами. И пришли в Елим, там было 12 источников воды и 70 финиковых дерев и расположились там с таном при водах. Ну, отцы церкви, во-первых, если чуть вернуться обратно, что означает это дерево и что вода стала сладкая. Отцы церкви, например, Ироним Стридонский видит в этом следующее. Мера, он пишет, цитата, изменяется священодействием креста. И 70 пальм, вот от которых мы с вами прочитали, апостольских орошают услащенными, орошаются услащенными водами закона. Еще раз, цитата, мера изменяется священодействием креста. То есть, горькая вода перестает быть горькой, священодействием креста она становится сладкой. Мы знаем, с вами нам не нужно для этого никаких доказательств того, что крещенские воды стоят у нас целый год и ничего с ними не происходит. Сколько чего только не было, каких только научных обоснований. Вот это серебряный крест, но интересно, что на реках и на больших водоемах вырубают крест, там священник освящает эту воду, сколько там доли серебра с быстрым течением может вообще попасть в эту воду. Нисколько. Это чудо Божие. Господь посылает нам знамени, что он руководит всеми стихиями, как земными, так и небесными, как небесными, так и земными этого мира. Итак, эти пальмы, которые были здесь двенадцать, прообразно. Амвросий Медиаланский видит, что это было, указывало на апостолов и на их священное действие. Он так продолжает. Шестая остановка на выходе народа Божьего из Египта называется Елим, что означает овчарня. Это слово переводится как овчарня. Там было двенадцать источников воды и семьдесят фиников деревьев, что, несомненно, и по имени, и по виду содержит в себе образ апостолов и мужей апостольских. Видим, конец цитаты, насколько богато Священное Писание своими прообразами Ветхого Завета, которое указывает на всю полноту, как всегда не устаю об этом повторять, которое исполнилось в Церкви Божией, на Господе, Спасителе Иисусе Христе и на народе, который входит в Церковь как в тело Христова. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Егорова